Сегодня у нас особенный день. И не только потому, что сегодня в России день военно-морского флота. Всех поздравляю, всех причастных, всех россиян с этим прекрасным, красивым, сильным праздником. Но у нас с вами есть еще несколько причин для того, чтобы этот день сделать особым. Ну, во-первых, потому, что мы с вами сегодня по традиции каждое последнее воскресенье месяца проводим День здоровья. Говорим о здоровье. И что может быть важнее здоровья нашего с вами, наших близких, наших детей, внуков. Да, иногда, правда, мы к этой мысли приходим чуть позже, чем хотелось бы. Поэтому хорошо, что вы сегодня с нами. И женское здоровье, я не побоюсь этих слов, это основа здоровья семьи. Кто в семье занимается здоровьем? Ну, конечно же, мама, жена, бабушка. И все апеллируют именно к главе семьи, кто является главой семьи в женской части. Обязательно. И иногда мы, женщины, мы всегда делаем все для своей семьи, для своих детей. И иногда забываем о своем здоровье. Правда? Есть такой момент. Вот эта жертвенность, она в характере любой женщины. И сегодня мы будем говорить о женском здоровье. А значит, действительно, это основа здоровья семьи. Будет мамочка, жена, бабушка здорова. Она поможет всем, всем, всем. И самое главное, она будет знать, как помочь. Если она будет следовать тем советам, которые сегодня прозвучат. И вторая причина для того, чтобы сделать этот день особенный, это то, что у нас с вами особенный гость. Я очень давно хотела именно в этой комнате, где я веду обучение коллег, услышать этого потрясающего человека, этого замечательного специалиста, которым, ну, знаете, очень трудно найти равных по тому объему знаний, опыта, умений, которые есть у нее. Это доктор высшей категории, врач высшей категории. Можно сказать, доктор с большой буквы. Это оперирующий хирург-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением медсанчасти города Ангарска. И это еще и нутрициолог. В первой части ее деятельности чисто вот врачебной, медицинской, ну, скажем так, лечебной. Это потрясающий специалист. Она делает такие операции, за которые очень многие специалисты не берутся. Уникальные операции. И в этот город, в это отделение едут очень много людей, которые не смогли найти помощи где-то в других местах, в других городах. И это, можно сказать, знаменитый доктор. И это еще врач-нутрициолог. Это врач, который занимается восстановлением здоровья, не лечением, а именно еще и восстановлением здоровья, используя высокоэффективные, современные подходы к восстановлению здоровья, помогая самому организму через восстановление обменов веществ с помощью совершенно безопасных, очень эффективных и, к тому же, абсолютно безвредных натуральных компонентов, натуральных комплексов. Вы представляете, какой это ценный доктор, един в двух лицах. И я хочу вам сказать, что у нас прошло специальное обучение в 2006 году в Институте питания Российской Академии Медицинских Наук именно по нутрициологии. И врачей этому обычно не учат, не преподают в медицинских вузах. Это только врач по своему желанию, увидев эти новые возможности, к сожалению, они в основном для России и стран СНГ новые, но известные во всем мире, прекрасно себя зарекомендовавшие, вот, она прошла специальное обучение именно по этим методам восстановления здоровья. И вот это сочетание удивительное, где профессионализм и в одной области, в области лечения, и в другой области восстановления здоровья, профессионализм высокий во всех сферах. И это действительно удивительно. И она работает с этой продукцией, которую признала Всемирная организация здравоохранения, которое испытано в космосе. Она ей помогает людям с 2003 года. Столько лет, это уже огромный опыт, и представляете, как здорово, когда женщины с серьезными заболеваниями могут обойтись без операций, могут обойтись без лекарств, тем более гормональных лекарств. Насколько это ценно? Вот такой специалист у нас сегодня с вами в гостях. Слушайте внимательно, записывайте, потому что это бесценные знания профессионала и в лечебной медицине, и в восстановлении здоровья. Я предоставляю с огромным уважением нашему гостю, доктору, действительно, доктору с большой буквы, Ирине Ивантне Архиповой. Здравствуйте, дорогие партнеры, дорогие соратники, дорогие визионеры, дорогие просто люди, которые хотят сохранить свое здоровье. Очень рада с вами пообщаться. Тамара Васильевна, огромное вам спасибо за такое приветственное слово. Я очень взволновалась. Вы даже себе не представляете, насколько мне приятно такие слова от вас слышать. Вот, спасибо еще раз, спасибо огромное. Да, действительно, все перечисленное здесь было правдой. Я, действительно, давно уже работаю гинекологом, давно оперирую. И с 2003 года знакома, очень близко, очень лично знакома с этими потрясающими витаминами, витаминно-минеральными комплексами. Сначала они выпускались на Аркофарма, сейчас это Прожект Ви. И, ну, в общем, да, я счастлива, я чувствую себя человеком избранным и не собираюсь, так сказать, менять коней на переправе, да. Дело в том, что, я сейчас кратенько расскажу мою историю знакомства с этими витаминами, потому что, ну, возможно, не все это знают. Вот, в институте нас не учат этим вещам. Вообще нутрициология – это закрытая территория для советских врачей. Была, сейчас, я думаю, обстановка еще хуже с этим вопросом. А меня всегда интересовало вот эти тонкости метаболизма. Почему именно так происходит в нашей клетке? Почему именно так реагируют наши ткани? Почему, проведя хороший курс антибиотиков, человек не чувствует себя здоровым, хотя он уже вроде как избавлен от болезни? Я всегда хотела в этом разобраться. Почему настой травы порой эффективнее, чем самая крутая химическая таблетка? Я давно об этом думала, давно до встречи с Вижем. Но только тогда, когда в семье появились очень, ну, скажем так, как серьезные больные пациенты, свои личные. Вот я сама очень была больным человеком, скажем так. У меня была нездорова дочь. Вот. И вот этот поиск, он привел меня к Вижен. И мы пробовали эти капсулы. Вот я попробовала, прочитав все в потрясающей книжке «Продукт 21 века». Прочитала, изумилась, ну, была очень даже скептически настроена, мало что напишут. «Дай-ка я попробую». Попробовав, восхитилась, скажем так. В 2006 году я поехала в Москву, чтобы разобраться окончательно, бесповоротно, чтобы мне объяснили специалисты, такие, как Тутельян, такие, как Додали и другие очень образованные, очень, так сказать, грамотные нутрициологи, микробиологи, фармакологи и просто клиницисты. То есть я в свое время получила очень аргументированную информацию. И с этой поры широко, глубоко и настойчиво сама употребляю эти потрясающие витамины и, конечно, использую это в своей практике. Моя лекция традиционно так и называется «Негормональное решение гормональных проблем». Я думаю, что вот женщины, которые слушают меня, они вот приходят, если вдруг к врачу, вот эта ситуация, мы вам сейчас назначим препарат. Это гормон? Всегда спрашивает пациентка. Это гормон? Вот почему-то у нас такая вот, наверное, правильная реакция на гормон, потому что гормон – это непредсказуемый, как правило, препарат. Это пушка по воробьям. На заре моей, так сказать, врачебной деятельности у меня было несколько случаев, когда я по рекомендации из книжки назначила пациенткам гормоны, и они пришли ко мне через пару-тройку месяцев. Я их просто визуально не узнала. Вот была у меня такая галочка, что гормоны – это всегда… Ну, в общем, за использование гормонов человеку всегда приходится расплачиваться. Сама лично я как-то попробовала принимать гормональный препарат, я прекратила это через 5 дней, потому что я набухла за 5 дней на 5 килограмм. Я поняла, что вот лично даже для меня надо найти что-то другое. И вот такие поиски плюс гормональные нарушения у моего ребёнка привели меня к тому, что есть негормональные решения, гормональных проблем. Да, действительно, не вдаваясь в пикантные подробности, не нагружая вас научными словами, говоря понятно, что такое гормон. Гормон – это белок плюс либо микроэлемент, либо поленасыщенная жирная кислота, либо сочетание того и другого. То есть любой гормон можно разложить на его составляющие. Гормоны синтезируются, образуются в наших органах из вот этих вот нутриентов, то есть веществ, которыми питаются наши клетки. И когда мы предоставим это правильное питание организму, любое гормональное нарушение можно решить, можно ликвидировать, можно наладить. Вот такая краткая, скажем, идея существует в моей голове уже давно. И если человек говорит, я согласен на всё, кроме гормонов, я знаю, что ему предложить. Это прожект ВИ сегодня. Это был Вижен из Аркофармы несколько лет тому назад. Итак, как практикующий доктор, как заведующая, наше отделение, оно вообще уникально. Мы оказываем помощь подросткам с 15 до 18 лет. Мы оказываем плановую экстренную помощь взрослым женщинам. У нас получают оперативное и другое лечение пациентки 65+, 75+. На днях я прооперировала пациентку в возрасте 82 года. Представляете, какой размах. И, конечно, им всем нужно что-то им надо для улучшения метаболизма, для улучшения тканей, для заживления ран. А очень многим, особенно подросткам, нужно вообще не попадать, как-то так организовать свою жизнь, своё питание, своё мироощущение, чтобы они не попадали в больницу. Я своим пациенткам зачастую говорю, вот вы лежите тут сутки напролёт, ждёте, когда вас выпишут. А вы подумайте, как вы дошли до жизни такой, что прекрасное время проводите в стационаре. Что делаете не так? Как думаете? Что кушаете? Какие витамины вообще? Пьёте какие-то витамины? То есть какие-то вот такие, знаете, беседы я всегда провожу. Итак, всё начинается с детства. Все гормональные нарушения, все гормональные проблемы, они зачастую действительно начинаются в детстве. Наши дети часто болеют в детском возрасте всяческими простудными заболеваниями. Это бич, так сказать, и крупных городов, сейчас уже и мелких, небольших городков, таких как город Ангарс. В нашем городе всегда была развита химическая промышленность. Ну и побочным эффектом, конечно, являются частые простудные заболевания у детей. Вот эта хроническая инфекция в этом регионе, голова-шея, приводит к тому, что у детей формируются хронические танзелиты, атиты, синуситы. Эта хроническая инфекция повреждает, нарушает работу нашего центрального гормонального центра гипоталямуса. У ребёнка нарушается работа вот этой цепочки гипофиз-гипоталямус. всё это ухудшается, состояние ухудшается. Не совсем правильная работа щитовидной железы, да. Не секрет, что все мы живём в регионе, где недостаток йода. Вот. И вот таким образом формируется нарушение обменных процессов. Формируется гипоталемический синдром, который приводит в дальнейшем к синдрому поликистоза яичников, ожирению. Вот эти девочки попадают к специалистам в поликлиниках, да. Что им, как правило, назначается. Вот ещё буквально лет пять тому назад мои коллеги вне вижен, тем не менее, пытались назначать какие-то витамины. Вот. Сейчас я знаю, что рекомендация только одна – гормоны. То есть поступает ребёнок, сколько бы ему, вот у меня был пример, девочка попала в 11 лет, ей в 11 лет назначили гормональные препараты для того, чтобы, ну вот, неправильно работают это яичники, не будем разбираться, пусть они уже работают правильно, пей гормоны. Вот на мой взгляд, ну, я тут не одинока, вот это, ну, вот такие назначения, они, может быть, такие вот, знаете, мало хлопотные и малозатратные, но они не дают возможности развиться у ребёнка своим яичникам, нормальным, то есть они, вот, не дают шанса восстановить функцию у ребёнка самостоятельно. То есть мы с 11-12 лет, 14-ти, подсаживая ребёнка на гормональные препараты, добиваясь, так или иначе, гормонального регулярного цикла, да, мы обрекаем эту девочку на что? То есть детей она будет иметь только через ЭКО. Вот понимаете, к чему это ведёт? Это ведёт к этому. Потом, по моим наблюдениям, действительно, пациентки, которые с раннего возраста вынуждены принимать гормональные препараты, они входят вот в эту группу риска по раку яичника. Об этом громко не говорят мои коллеги, но это так оно и есть. Поэтому, конечно, разобравшись, откуда всё это происходит, мы можем решить этот вопрос без участия вот этих вот агрессивных гормональных препаратов. Значит, что? Поскольку дети часто болеют, поскольку мы должны ликвидировать этот факт, мы назначаем ребёнку, во-первых, юниор, и детокс. Значит, ну вот в раннем возрасте, что я имею в виду? Я имею в виду до 14 лет, да, я считаю, что детокс можно принимать детям буквально с самого раннего возраста, но вот в такой интерминирующей схеме. То есть мы должны тренировать иммунитет. 10 дней детокс по 1-2 капсуле в день, затем 20 дней ребёнок отдыхает. То есть вот за эти 20 дней его вот его звенья иммунитета сами справляются после того, как мы их подкормили, так сказать, подпитали детоксом в течение 10 дней. Есть, конечно, ребятишки, которые с удовольствием принимают детокс в постоянном режиме либо по какой-то другой схеме, но безусловно без детокса мы в общем-то не решим эту проблему частых простудных заболеваний. Для полноценного формирования иммунитета ребёнку также необходимы все нутриенты, все ингредиенты. Они, как известно, представлены в нашем юниоре. Вообще, конечно, юниор это уникальный комплекс. Он нужен детям, он нужен подросткам, он нужен беременным в конце концов, и он предпочтителен возрастным пациентам, знаете как, 75+, 80+, это всё-таки для них это просто витаминный комплекс, чтобы хорошо себя чувствовать. абсолютно необходимы для ребятишек при частых простудах, при синдромах гипоталемических, при формирующихся поликистозах, конечно, полиненасыщенные жирные кислоты. Здесь у нас сейчас роскошный выбор. Мы можем назначать наш продукт М, мы можем чередовать его с брейнофлексом. Очень мне нравится брейнофлекс, ну, просто очень нравится. Поэтому, поскольку мы так устроены, вот организм человека так устроен, что всё должно чередоваться. Ну, вот, получили результат, пропили ту или иную схему 3-4 месяца, обязательно её надо поменять, обязательно, либо какой-то компонент, в общем, подойти к своей клетке, к своим тканям немножко с другой стороны. Так, значит, всё начинается с детства, мы об этом уже поговорили. При частых простудных заболеваниях ребёнок имеет риск уйти вот гипоталемический синдром и выход из этого это настойчивый приём наших витаминов юниор мега или м детокс свелтформ Следующий слайд тоже вот так вот обозначили мы, что всё начинается с стресса. Ну, наверное, да, когда начинаешь размышлять на тему почему выросла миома, доброкачественная опухоль, почему у человека вдруг стал прогрессировать эндометриоз, почему значит навалилась вот эта мастопатия, откуда эти аномальные маточные кровотечения, вы знаете, как правило, как правило, изначально вот эту брешь нашей защиты иммунитета пробивает стресс, неконтролируемый, некупируемый стресс. Мы порой этот стресс даже, может быть, не замечаем. Нам нравится наша работа, мы получаем от неё удовольствие, мы много работаем, мы много на себя взваливаем, вдруг замечаем, что мы перестаём нормально спать, что у нас теряется аппетит или наоборот наваливается это обжорство. Это признаки стресса, конечно. И для того, чтобы победить ту или иную проблему, я считаю, что во всех схемах, во всех ситуациях надо подумать, как убрать стресс. Ну, думать, наверное, будут все остальные. Те счастливчики, у кого есть продукция Project V, знают, что для этого существует PAX. Я во все свои схемы всегда включаю PAX. Либо мы с него начинаем, либо мы его чередуем. Почему я так говорю? Начинаем, чередуем, да? Да, было время, когда ты назначал человеку кейс продукта, еще при этом приговаривал, не вздумай, не вздумай принимать меньше, иначе не будет результата. Ну, во-первых, наши продукты, продукты Project V, надо сказать, что они стали более результативнее, более, ну, скажем так, мощнее, что ли. Вот, не зря же туда включили экстракты. Это с одной стороны, с другой стороны, конечно, обстановка, ну, в общем, не все могут позволить себе кейс продукта. Хотя, конечно, если ситуация очень серьезная, опухоль, там, подозрение на недоброкачественность этой опухоли, конечно, там, что называется, за ценой не постоим, да? Но сегодня я вот как-то, знаете, научилась решать проблемы своих пациентов, ну, вот два-три наименования, ну, ПАКС обязательно там присутствует, вот. Значит, необходимо убрать вот этот вот стресс. Вот, поскольку мы имеем дело очень часто, вот моя тема такая, да, гормональное решение гормональных проблем, плюс вот использование продукции у практикующего гинеколога, поэтому я хочу вам рассказать, что очень часто сейчас поступают к нам девочки вот 14 лет, 12 лет, ну, в общем, до 18, ну, даже до 20 кисты, разрывы этих кист, перекруты этих кист, а это же всегда операция, и не всегда, и не любой доктор может сделать так операцию, чтобы орган остался, да? поэтому, конечно, меньше всего хотелось бы, чтобы твоя девочка, твоя там дочка, внучка попала вот с такой ситуацией, поэтому надо помнить, что стрессы повышают уровень пролактина в крови у женщин, ну, и не только у женщин, пролактин снижает функцию щитовидной железы, а когда нарушается функция щитовидной железы у подростка либо у взрослой женщины неизбежно формирование кист на яичниках, вот такая простая, в общем-то, цепочка, поэтому, понимая эту цепочку, вырисовывается необходимая схема лечения, на первом месте, как я уже сказала, это ПАКС, затем идет СВЕЛТФОРМ, да, потрясающий продукт СВ, несет нам легкоусвояемый йод и другие ингредиенты для лучшей работы клеток щитовидной железы, восполняем вот этот дефицит йода, и, конечно, нам абсолютно необходим легкоусвояемый селен, мы его получаем из антиокса, вот, ну, в общем-то, вот таким образом, либо вот вся эта волшебная троица вместе, либо СВЕЛТФОРМ плюс антиокс, я, как правило, знаете, в ультимативной форме рекомендую пропить 3-4 месяца, и вы знаете, в общем-то, да, вот это вот у подростка, у девушки, у молодой женщины восстанавливается вот этот цикл гормональный, потом, видите, в отличие от синтетических гормонов, наши продукты не просто помогают восстановить вот эту ритмичность, они же все абсолютно продукты Project V, Vision, они укрепляют сосудистую стенку, то есть мы профилактируем вот эту повышенную проницаемость, вот эту возможность разрыва, понимаете, вот, это очень, очень важно, это очень ценно, потому что сегодня официальная медицина в этих случаях рекомендует только гормональный препарат, и получается так, пока она пьет гормональный препарат, этот кок, да, у нее не происходит вот этих катастроф в середине менструального цикла, ее яичники не повреждаются, а если девушка, молодая женщина, просто женщина захотела рожать, да, и она вот прямо отменяет этот кок, она опять попадает на операционный стол, таких случаев в моей практике миллион, ну, я утрирую, конечно, очень много, вот, и, конечно, я знаю, что сказать, я не знаю, что говорят мои коллеги, да, которые вот не воспринимают эту информацию, но я-то знаю проверенный путь, я его пробовала много раз, и он никогда меня не подводил, вот, говоря о стрессе, нельзя забывать о том, что именно стресс вызывая повышение уровня пролактина приводит к формированию у женщины мастопатии, а мастопатия, вот этот дискомфорт молочных желез, он запускает процессы опухолеобразования в молочных железах, молочные железы, рак молочной железы сегодня занимает одно из ведущих мест в структуре рака женщин, вот, поэтому, конечно, если есть такая проблема, если есть вот это мастодине, то есть напряжение, болезненность молочных желез накануне менструации или вообще невзирая ни на какие циклы вот на протяжении всего времени, подумайте, решите вот эту проблему со стрессом, нормализуйте свой график труда и отдыха, исключите из своего питания шоколад, крепкий кофе, крепкий чай, замените это на растительные чаи и включите в свое питание наши продукты во главе с ПАКСом, ПАКС, антиокс, очень хорошо зарекомендовала себя МЕГА наша продукт М, ну и, конечно, и, конечно, детокс. Следующий слайд моей лекции это детокс, главный продукт в борьбе с миомами, эндометриозом и другими опухолями. Ну да, вот, как говорится, не добавить, не убавить. Именно вот свойства онкария и томинтоза подавлять пролиферацию, нездоровую пролиферацию, то есть разрастание тканей является вот той квинтэссенцией, за счет чего детокс так хорош в борьбе с этими доброкачественными опухолями. Дело в том, что миома, она разрастается, вот эта порой огромная опухоль, разрастается из одной единой клетки. Из одной единой клетки. Вдруг клетка сходит с ума, начинает размножаться, начинает вот расти. Почему это бывает? Ну, этому, как правило, предшествует инфицированность. Сегодня это инфицированность именно вирусного характера. Сегодня мы вообще живем в эпоху, когда все клинические классические картины очень сильно поменялись. Уже не встретим в чистом виде там, я не знаю, гонорейную инфекцию, хамонадную инфекцию. скрыто, все завуалировано и везде правят балом вирусы. На вирусы, как известно, можно повлиять только своим внутренним иммунитетом. Даже официальные препараты, они направлены именно на это, на усиление внутренней защиты. И, конечно, то, что у нас есть такой потрясающий продукт Д, это наше неоспоримое преимущество. детокс усиливает клеточную защиту, он нормализует клеточный иммунитет, он из незавершенного фагоцитоза, да, то есть, когда клетки нашего иммунитета захватили вражеского агента, а переварить уже не в силах. Вот продукт Д, детокс, ункария, томинтоза, она активизирует вот этот вот клеточный иммунитет, и мы таки становимся способными побороться внутриклеточно вот с этим врагом. Вот, поэтому, вот для того, чтобы было понятно, как, казалось бы, просто капсулы тормозят развитие растущей миомы вот этой сумасшедшей клетки одной единственной. Детокс, он повреждает, он как бы суживает те сосудистые капилляры, которые питают эту опухоль. Вообще, официально у нас есть такая метода, да, мы вводим специальные трубы вот в питающую в питающий сосуд той или иной опухоли и опухоль перестает расти, да, есть такие методы лечения единичных миом. Вот, для того, чтобы понять, как детокс работает, вот он работает по такому же принципу, только это происходит более медленно, то есть воздействие идет на сосудистый компонент, нарушается питание этой опухоли, перестает быстро, она перестает хорошо питаться, она перестает расти, она может при этом немножко увеличиться, так как испытывает дискомфорт и у нее начинается внутренний отек, но следующий этап обязательно будет засыхание. ну а если говорить о ну вот просто о жизненных каких-то симптомах и проявлениях, то конечно, как правило миомы это ситуации, когда женщина во время цикла теряет много крови и вот назначая детокс, как правило по две капсулы два, три, четыре раза в день на начальном этапе, я добиваюсь того, что у пациентки вот эта кровопотеря уменьшается, то есть уменьшается сама по себе кровопотеря, уменьшается количество дней, во время которых она ее ощущает эту кровопотерю и когда мы рекомендуем нашим вот пациентам, клиентам меры борьбы, да, помочь ей вот преодолеть миому, мы должны обращать внимание именно на это, чтобы человек там не бегал, каждый месяц на УЗИ, я вас вот просто об этом хочу предостеречь, не ходите часто на УЗИ, потому что там вы не найдете поддержки и для того, чтобы победить ту или иную проблему с нашими продуктами, они же безопасны, они же мягкие, это же не скальпель в конце концов, это не химиотерапия, нужно время, нужно время и спокойно, уверенность в победе, что надо делать пациентке, если у нее миома, эндометриоз, и она хочет обойтись без операции и без, скажем так, химиотерапии, ей прежде всего надо убрать стресс, ей прежде всего надо пересмотреть свой стиль жизни, она не должна много загорать, желательно вообще не загорать, она не должна ходить в баню, она не должна, она должна исключить вот эти все тепловые процедуры, она должна исключить инфекционный компонент своего состояния, то есть если сдать мазок и посмотреть, что кто-то там обнаруживается, есть какие-то микро, ну, патогенные микробы, с ними надо просто расправиться, я в этом случае всегда вместе с детоксом назначаю свои любимые свечи на основе йода, называется бит-1, ну, сегодня речь не об этом, просто я вам объясняю, как я с этим борюсь, ну и конечно, конечно, если к вам пришла женщина, у которой же опухоль, величиной скачанка пустой, не надо с ней даже завязываться, вот не надо, надо дискредитировать продукт, надо ей объяснить, что давай мы с тобой подготовимся хорошо к операции, вот я так делаю, давай мы с тобой подготовимся хорошо к операции, потому что крупная опухоль, это крупные сосуды, это всегда риск тромбов во время операции, поэтому давай мы с тобой попьем антиокс, давай мы с тобой попьем пакс, ты успокоишься, у тебя будет хорошее состояние гомеостаза, крови, да, у тебя не будет риск тромбов, и мы с тобой замечательно все проведем, прооперируемся, а вот потом я помогу тебе, так сказать, не потерять свою женскую сущность, да, вот я, конечно, говорю про артемиды, вот, если поговорить про эндометриоз, о нем нельзя сейчас не поговорить, да, потому что сегодня эндометриоз одна из главных причин бесплодия в парах, бесплодия у женщин, то, конечно, без нашего продукта с эндометриозом бороться очень сложно, вообще, сам по себе, вот, эндометриоз это болезнь заблудившихся клеток, то есть, понятно, изначально это проблема именно иммунитета, то есть, ваш иммунитет не понимает, кто свой, а кто чужой, поэтому, давайте вспомним, какие наши витамины, какие наши микроэлементы разбираются, кто свой, кто чужой, ну, конечно, это детокс, это понятно, это не обсуждается, конечно, это антиокс, да, с его гингобелоба, с его селеном, с его цинком, конечно, это комплексы, где есть витамины группы А, потому что именно эти витамины помогают нам разобраться, ну, не нам, а клеткам иммунитета, кто свой, кто чужой, вот, принимая это все в комплексе, мы получим очень хорошую базу для того, чтобы побороть эндометриоз, если человек в состоянии, ну, и материальном, и моральном, принимать большую схему продукта, да, то есть, как минимум, кейс, мы в легкую можем обойтись без гормональной терапии, даже если я назначаю человеку, своим пациенткам гормональную терапию, я всегда, вот у меня всегда идет в параллель детокс, потому что эндометриоз, это болезнь, которая стоит на двух китах, первый кит, это иммунитет, его несовершенство, и здесь нам нужен детокс, а второй кит, это гормональные нарушения, там, конечно, ну, необходимо, приходится назначать или вязану, или другие препараты, вот таким образом, ну, и вот, победив эндометриозы, победив миомы, мы готовимся к беременности, здесь, конечно, лучший наш помощник, это юниор, вот, юниор, и все-все-все-все содержащие много витаминов группы В, это, конечно, и шеветон был потрясающий, это, конечно, ПАКС, это, конечно, Нутримакс, вообще, о Нутримаксе всегда вспоминаешь и всегда идет речь, когда проблема с мочеводящими путями, да, когда возрастные кальпиты, возрастные, то есть, женщина забыла, что такое циклы, и тут у нее начинаются какие-то нехорошие ощущения, неправильное выделение, здесь лучший помощник, это, конечно, Нутримакс, вот, ну, в общем-то, вы уже поняли, что я в основном общаюсь и дружу с нашей немеркнущей классикой, и, в общем-то, да, она никогда и никогда меня не подводила и не подводит, сейчас, вот мне уже маячит, что наша наша беседа должна подходить к концу, да, вопросы, так, ну, пока Катя мне тут говорит про вопросы, я хочу поделиться своим детокс в составе есть имбирь, как это для детей, для детей, ну, ну, вот мы назначаем детям нормально, одна капсула в день вообще хорошо, ну, пока не попробуешь, не узнаешь, мне кажется, нормально, вот, дети у нас прекрасно едят детокс, как только начинают сами выбирать, вот у меня недавно тут была такая ситуация, мама говорит, вот, мой ребенок, вы назначили нам детокс, ребенку 5 лет, да, он взял и все съел, там вот осталось 10 капсул, ему так сильно нравилось, он все съел, ну, не почесался, ни тошноты, ни рвоты, ничего не было, вот, мама была возмущена, что приходится раньше времени покупать опять детокс, вот и все, друзья мои, я делюсь своим опытом практическим, на коробочке написано то, что написано, если у вас есть проблема, вы переживаете за своего ребенка, вы пробуйте, вот вы разведите эту капсулку один к двум и дайте ему попробовать с водичкой и посмотрите, как все это будет, не знаю, я вот по-другому эти вопросы не решаю. так, я хотела, так, я хотела поговорить о своих, вот, любимчиках, да, вот, ну, конечно, это антиокс, он заживляет раны, я еще хочу вам подсказать, может быть, вы это лучше меня знаете, потому что дистрибьюторы это знают лучше, чем врачи, что если начинается УРЗ, если вы идете в окружение, где много, ну, вы боитесь, что вы что-то поймаете, антиокс надо увеличивать до 10 капсул в день, это вот мне моя Катя подсказала, она у меня дистрибьютор, она у меня великий экспериментатор в этом плане и большой поклонник нашего продукта, я действительно, вот, как-то меня продуло и что-то меня стало ломать, щипать, я на фоне всей своей схемы, в общем-то, немалой, взяла и просто съела пол коробочки антиоксов, все, я на утро встала здоровая и влюбилась в этот продукт вообще с другой стороны, у него нет никаких особенных проявлений, то есть, он не вызывает кровоточивость, он не снижает давление, он, ну, скажем, не скрутит вам желудок, если вы боитесь таким образом за детокс, но вот он очень хорошо за счет того, что там в его состав входит цинк, селен, поражает вирус, и тут вопрос только в дозировке, поэтому вот я считаю продукт А сегодня нужен как никогда, никогда, то есть, дома должен быть продукт А, сходили в люди, пришли домой, умылись, промыли нос, рот, уши, все смазали им гелем и выпили 4-5 капсул антиокса, так, детокс, я о нем уже говорила, поговорим о заместительной гормональной терапии, да, мне самой 60 лет, для меня это не пустой звук, вот, и, конечно, не хочется принимать гормоны и не надо их принимать, они сгущают кровь, они поражают наши клетки печени, вот, и, конечно, ну, в свое время была Артемида, была Медисоя, сейчас вы можете все это прекрасно заменить, если кончилась дома Артемида, у меня она еще просто не кончилась, я запаслась Артемидой, ну, вот, я, мне очень нравится бьюти, да, у нас появился бьюти, в сочетании с Артемидой, либо с Нутримаксом, где тоже есть Ангелика китайская, можно прекрасно решать вопросы хорошего самочувствия в постменопаузе, услышьте меня, женщины бальзаковского возраста, нету Медисоя, ах ты, боже мой, где же нам брать кальций, ну, конечно, в Остеосане, конечно, Остеосанум, прекрасный кальций, всем рекомендую, не забывайте в этом прекрасном возрасте каждый день проглатывать Брейна Флекс, а то и 2-3 раза в день, чтобы потом вообще ни про что не забывать, да, то есть профилактика нашего дядюшки Альцгеймера, да, ну и, конечно, Левлон, вот у меня Левлон вызывает такие, знаете, немотивированные агрессии, так же, как и Хром Витал, поэтому я, к сожалению, не могу его принимать много, вот, ну а у кого все проходит более гладко и спокойно, ну, ради Бога, Левлон великолепно, великолепно отодвигает возраст вообще-вообще-вообще. Заканчивая свою лекцию, хочу также доброе слово сказать о наших браслетах, вот, я порой работаю сутками и, конечно, когда я задерживаюсь на работе, у меня пластическая операция длится, допустим, полтора-два часа, я всегда одеваю вот два браслета на шею, как колее, это нормализует кровообращение, это профилактирует головные боли, головокружение и вообще нарушение, вот еще раз говорю, кровообращение. Конечно, я использую всю нашу косметику потрясающую и благодарна, благодарна на Рэку за то, что он нам ее предоставил. Заканчивая свою такую вот недлинную, необременительную лекцию, благодарю за внимание, ну и хочу сказать, что кто не принимает вижен, милости просим нашу прекрасную операционную, да, будьте здоровы, друзья, будьте здоровы, друзья, не бойтесь ничего, потому что иммунитет это не всегда то, что ты съел, это очень много то, что ты подумал, мы защищены, мы уверены, конечно, сегодня коронавирус, много проблем, нажимайте на антиокс, на детокс, на пакс, ну и все будет великолепно. Все, на этом я заканчиваю, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok